итак приступим для того чтобы показать демонстрацию на свежих примерах на свежих шаблонах я для начала удалю старые шаблон они находятся в папке visual studio template это делается очень просто и загружу сайта github template из output папки для версии 3.1 свежие шаблоны так это вот смотрите в 2013 вчера я его сделал download и второй который будет потом дальнейшем используется без identity сервера я тоже скачаю шаблоны я скачал вот я их скопировал в папку projects ну и теперь можно запускать visual studio итак я скопировал файлы проекта теперь можно создать новый проект теперь можно выбрать собственно говоря эти самые шаблоны я выберу тот который с identity сервер чтобы можно было запустить и показать авторизацию хоть это и не основная задача итак создаем новый проект я буду создавать папки темп ну потому что он демонстрационный и в общем нажимаем кнопку create шаблон у нас свеженький теоретически не потребуется сделать никакого обновления nugget пакетов но тем не не менее я это сделаю сейчас проект откроется отлично я нажимаю показать nugget пакеты для приложения упс нечаянно закрыл давайте снова нажмем update обновления нет но тем не менее можно значит приступать итак как я говорил на прошлой презентации в шаблоне уже зашиты два контроллера один из них рита он ли контроллер который демонстрирует работу контроллера рита он для и соответственно 2 лог в рай ты был контроллер который показан пример работы с фрайт обол контроле что здесь есть как я и говорил здесь есть рита он ли контроллер в нем есть метод это дополнительные методы для демонстрации это обирает внутренних собственно говоря аж реализации и если вот нажатие в 12 на риту на контроллер мы здесь видим те самые гет пейджет и гид байди методы в общем ничего здесь с того времени как я в прошлый раз показывал презентацию ничего не изменилось а в райт был контроллер соответственно то же самое имеет некоторые верайды но суть в том что сам контроллер имеет предопределенные методы для работы с сущностью через пост get you model put delete и где-то здесь еще вот get create you model и get you model for racing рит он ли контроллер и в райт обол контроллер находятся в сборке вот клабонга и нет вор контроле я эту сборку ставил по умолчанию в шаблон framework вернее на в него было самого начала но а сейчас мы например вот этой сборки то есть нет вор контроллер создадим какой-нибудь сущность и ну например кар и снова сделаем для неё контроллер и соответственно после этого сделаем то же самое но уже на примере медиатор то есть и курс с реализации ну ту же самую сущность сделаем два контроллера и в общем-то давайте давайте приступать давайте первым делом создадим собственно говоря как раз эту сущность будем создавать ее в правильном месте непосредственно . models и сущность будет называться кар я не буду изобретать много поля я сделаю их парочку ну для простоты пусть будет опять же как в прошлый раз name и стринговое значение колорный ну хорошо еще для пусть будет int year да то есть год производства вот таким вот образом пусть выглядит сущность я беру лишние namespace и теперь для того чтобы не сделать какой-то крут для этой сущности мне необходимо сделать определенное количество view модула для начала я сделаю по образу и подобию как описано в одном из моих видео папку car view models вот теперь в этой кап папке мы создадим car view model который будет отображать сущности на юай я сделаю так вот я просто скопирую свойства все ну понятно что в реальной жизни свойства будут отличаться но я опять же для чисто для демонстрации покажу что вот они у меня одинаковые ну и в общем то требование фреймворка чтобы view model который отображается на форме был наследник view model base base вот он вот и собственно говоря теперь мне нужно сделать как минимум еще одну давайте догадывать по порядку да то есть если у меня есть view model и модель view model и модель теперь мне для этого достаточно сделать один контроллер который называется cars и для того чтобы сделать так давайте сразу же напишем здесь road обязательно пусть он называется api контроллер контроллер чтобы потом не забыть но и мне вот это на самой сущности и одного view model а достаточно чтобы унаследоваться от read only контроллера первым параметром сюда идет как раз та самая сущность кар вторым параметром так я что-то не то написал read only контроллер вот не перестал прошу прощения но и вторым параметром сюда идет соответственно view model который у меня называется car view model соответственно третьим параметром так как мы будем выводить информацию пейджингом то есть get page то сюда нужен будет как раз вот этот вот пейджет лист query парамс вот таким образом у меня получается что сущность стоп единственное что здесь не сделал мне нужно сделать здесь identity сущность должна быть наследована от identity которые же другой сборки и теперь я это могу сохранить да и теперь мне появилась подсветка того что у меня все существует для того чтобы реализовать этот самый read only контроллер теоретически если сейчас запущу приложение все заработает но перед этим я посмотрю да я еще не сделал самое главное мне нужно указать в какой базе данных подключаться моей системе чтобы создавать через код first localhost давайте создадим сql 2016 так называется мой сql сервер демо ну пусть будет 10 ну ладно пусть будет 10 localhost 2016 это название сql сервера с его инстансом и еще мне нужно сделать ну это конечно все делается один раз сейчас я создам эд migration пусть называется initial вызвать нужно именно дата проекте отлично создался в собственно гресли сейчас запущу все должно заработать то есть как минимум мы должны видеть контроллер да все нарисовалась и карс контроллер вот появился и вот они те самые два метода get by d get paid но сейчас пока у меня нет никаких данных базе данных соответственно ну давайте пока это штуку опустим но и в общем то для того чтобы не сделать крут ну давайте для начала назовем вам cars 1 допустим называется cars 1 потому что мы будем делать их 2 еще 2 будем такой же делать только на уже непосредственно медиатор паттерн то есть на сqrs ну и в общем если двигаться дальше то для того чтобы создать в writeable контроллер давайте я прям вот вот так вот сделаю да я вот эту вот штуку закомментирую а здесь создам другую штуку которая будет называться также но уже будет наследнию наследоваться от другого контроллера от writeable ну и как вы понимаете так давайте это тоже скопируем тоже перенесу это тоже заблокируем ну чтобы вы чтобы вы видели разницу вот таким вот образом ну и для того чтобы сюда написать writeable контроллер как вы видите сюда требуется немножко побольше параметров и в частности первый требуется view model потом entity и дальше смотрите мне требуется create view model давайте я напишу car create view model и еще мне требуется car update view model соответственно мне этих нету view model и мне их нужно создать но я воспользуюсь генерацией через alt enter как вы видите у меня модель должна view model должен для create наследоваться от i view model соответственно view model для update это нужно следоваться от you model base в общем то я сделаю опять же по простому сейчас так вот скопируем свойства ну конечно это опять же повторюсь в реальной жизни так не будет все просто придется создавать правильные и нужные ну и в общем то раз у меня уже есть и моды вы смотрите они появились и у меня появилась возможность подсветки для создания и как вы видите я нажал генерировать конструктор давайте я вот это вот тоже сейчас вынесу в другой в папку ту самую которая называется car view models вот она и оба эти view model я вынесу в ту папку ну вот они появились в общем как вы видите у меня появилась возможность очень просто да то есть я создал и модовый теперь давайте запустим проект так старый нам уже не нужен ну и как видите как с 1 и у меня здесь появились все мои описанные предыдущем видео методы создать сущность изменить сущность удалить сущность получить по идентификатору и два вспомогательных метода а еще получить полустраничная все сущности списком и два вспомогательных получить view model для создания сущности в общем то он вы должен выдать должен но не должен этом это как раз следующая тема да то есть то есть вот метод get create get you model for creation должен создать этот view model наполненный ну и edit это отредактированный view model который можно потом использовать в методах соответственно пост и пут но как вы видели я попытался вызвать получение этого метода и мне выдалась ошибка конечно естественно для того чтобы это все действительно заработало некоторые нюансы нужно еще все-таки доделать давайте их доделаем давайте все-таки удалим это ненужное место по идее два контроллера два наследника от одного для одной и той же сущности контроллер readable и контроллер rideable для кара не работать вместе не будут потому что один является наследником другого значит у вас будет дублирование методов поэтому ну не делайте этого нужно чтобы было либо от одного либо другого но и в общем раз нам не хватает некоторых штук для того чтобы этот контроллер полноценно заработал давайте сделаем след первое что необходимо сделать собственно говоря это нужно было сделать еще и для контроллера readable нужно было настроить mapping сущности car на car view model для этого мы идем в папку mapper создаем файл car mapper configuration мы делаем его наследником от mapper configuration base и теперь в конструкторе создаем нужные нам map create map соответственно scar нет кар сущность контентр запятая car view model теперь у нас вот вот этот map используется и для readable для контроллера то есть не нужно было до конца создать и эту штуку но пока оставим остальные map и и нам необходимо проделать следующее у нас есть папка engine в которой есть менеджер вот как раз менеджер нам для сущности кар то есть тоже необходимо создать кар менеджер мы унаследуем непосредственно от entity менеджер неправильно написал entity менеджер вот он но теперь мы укажем сущность кар то есть это непосредственно entity менеджер для нашей сущности которую мы создаем но и как вы видите требуется дополнительные параметры и как я уже вот увидел здесь мы пишем написать должны view model и должны написать кар здесь кар create view model и соответственно кар update view model теперь у нас появилась возможность сделать базовый конструктор ну и как вы видите ничего сложного нету менеджер у нас есть далее следующее что нам нужно сделать валидатор с валидатором все намного проще мы снова создаем кар валидатор почему ладно потом попозже расскажу кар валидатор мы унаследуем от entity валидатор соответственно для сущности кар больше нам здесь ничего не нужно делать все методы расширения которые существуют в нем мы пока не будем использовать дальше нам нужно создать factory который будет возвращать непосредственно кар view model factory и здесь соответственно это entity view model сейчас не помню как называется view model factory вот так он и называется view model factory car давайте посмотрим что там еще должно быть ага car create view model правильно и car update view model снова появилась возможность сделать базовый метод я нажимаю ok ну и в общем то здесь для того чтобы у меня сгенерировался метод это те самые два вспомогательных метода я здесь должен написать return task пусть будет from result new car create view model здесь как бы на самом деле простой вариант мы просто создаем новый чистый класс здесь немножечко посложнее здесь нам нужно сначала получить сущность замапить ее и вернуть и поэтому для того чтобы ее получить я сделаю i нет давайте сделаем конструктор в конструкторе я напишу i unit work сделаю его править поле и теперь соответственно здесь я могу сказать var entity мне нужно получить его из базы данных чтобы замапать на уже существующий объект get repository в данном случае у меня car я хочу получить get first default здесь я хочу написать предикат и мне нужно по идентификатору то есть id равен ну вот в данном случае у меня он передается вот как id значит здесь я должен написать id вот ну единственное что раз у меня async я тогда здесь должен написать async здесь я должен написать await и в общем когда у меня сущность получена я должен проверить есть ли entity равен null ну во первых я должен вернуть operation result вот поэтому я здесь создам operation result который называется car update viewmodel вот нет я хочу его здесь создать и если у меня entity равен null ну то есть что она пустая тогда я должен сказать return task from result operation result но перед этим стоп у меня же здесь уже await стоит мне здесь не нужно но перед этим я должен сказать что мы operation ну допустим warning я напишу add warning ну напишу entity not found ну в общем что я не нашел сущность поэтому не могу ее замапить и отдать для для нее в моду для редактирования ну а здесь соответственно я должен вот этот вот var model равен мне нужно какой то сейчас скажу маппер да сделать мапп ну давайте его все таки заинжектим а то у меня интеллисенс не работает i mapper теперь создадим ой нет создадим свойства в смысле field и теперь маппер у нас ага с подчеркиванием и маппер мы говорим что хотим получить car update view model из entity таким образом мы получим map на существующую сущность и в result подаем этот модул правильно написал и соответственно делаем return return этого самого operation result правильно описал опять operation result ну в общем то да наверное уже можно это назвать какой то сложностью ну так или иначе вам все равно это придется делать просто здесь это получается более унифицирован надо сказать что вот эти вот менеджеры и валидаторы и вот эта вот вся остальная штука они регистрируются автоматически через reflex и в общем то я сейчас просто запущу и убеждусь убедюсь не знаю как сказать в общем давайте что нибудь попробуем получить ну например get pages ну так как у нас нету атрибут авторизации над каждым из контролеров те которые мы сделали то поэтому можно выполнить без авторизации вот и в общем то да ну конечно же конечно же я немножечко промахнулся я скажу почему я создал новую сущность но не сделал миграцию поэтому она естественно не создалась и не появилась в базе данных поэтому давайте сделаю еще один это migration ну давайте по другому назовем created ну давайте напишем cars entity запустите вот это будет достаточно да соответственно вот теперь создавать базу данных миграция вернее теперь достаточно просто запустить и проверить еще раз так давайте я старый этот открою просто вызовы метод вот теперь мы видим другую ошибку ну и собственно говоря это та самая правильная ошибка которая теперь абсолютно справедлива как вы видите в названии ошибки написано что есть сущности которые не замаплены ну и в общем то давайте их тогда замапим потому что мы создали только так я сейчас позакрываю лишнее я вот таким вот образом закрою все и скажу что мы уже создали один мап для сущности car поэтому нам нужно создать остальные сейчас я только так вот все сверну открою конкретно инфраструкции открою mappers и открою cars по образу и подобию смотрите нам нужно создать так же как уже в логах вот такую вот штуку я чтобы вас не обманывать скопирую это все чтобы сократить время здесь мне нужно нажать alt enter и соответственно здесь написать car здесь написать car и соответственно здесь тоже car и как вы понимаете здесь я тоже напишу то же самое в общем это нужно для get paged коллекции то есть я вас обманул что для readon для этого не нужно нет нужно нужно и вот это и вот это но и раз уже вот это вот так я напишу read only controller то теперь мы сейчас создадим вот здесь вот для writeable controllers нам здесь нужно сделать соответствие car create view model на car потому что мы когда сущность создадим мы ее должны будем замапить в саму то есть view model мы должны замапить в car также нам потребуется непосредственно car update view model когда мы обновим сущность ну и также нам потребуется в обратную сторону сущность то есть когда мы будем car отдавать на редактирование потом от редактирования до димка ну я сделал таким образом что было понятно вообще в автомапере существует reverse map так называемый да то есть вот какой нибудь из них можно создать не создавая второго но это для наглядности и в общем то так как у нас все поля создаются также так как наши все поля совпадают в view model поэтому мы дополнительно никаких телодвижений делать не будем но опять же повторюсь что если у вас будут различные значения полей то вам придется здесь прописать но это уже отдельная песня про автомапер я думаю когда не сниму про него видео неважно поехали дальше давайте запустим и проверим что у нас теперь можно получить допустим пиджет лист что-то не получилось давайте запустим еще раз ну такая ошибка обычно возникает когда что-то недоматывалось сейчас проверим уже через дебаг будет видно ясно и четко да автомапер опять что-то не понравилось ему давайте посмотрим а скорее всего свойство идентификатор да совершенно верно вот я надеюсь видно да то есть при копировании create на create create view model на просто модель там нужен идентификатор а его соответственно нету конечно потому что когда мы сущность создаем у нас нету никакого идентификатора ну и здесь тогда нужно сделать следующее for нет member да то есть мы выбираем конкретное свойство например id мы ему скажем чтобы она его не мапила никуда а просто она его проигнорировала ну и теперь соответственно можно уже точно это запустить да это уже запустилось я старый контроллер открою потому что ничего не поменялось у нас внутри ну и как вы видите мы получили пустой список у нас получились запросы к базе ну и так как мы ничего не закладывали туда в общем то я вас готов сказать что вам готов что это на самом деле все что нужно сделать для того чтобы ваш контроллер writable заработал теперь у меня есть полноценный крут маппинг лежит в маппингах все валидаторы кстати вот я про них обещал сказать то есть есть такое понятие как engine да и вот этот engine он предназначен для writable контроллер так как у нас контроллер writable он общий абстракт но у него есть методы и собственно говоря эти методы одинаковые ну так нам нужно сделать унифицированный какой-то подход конкретной сущности например в менеджере есть большое количество расширений да вот я сейчас вам показываю какие которые можете для конкретной сущности использовать например перед тем как сохранить в момент сохранения да сущности перед тем как делать выход из системы сохранения то есть из модели как это сказать из pipeline сохранения перед тем как сделать какие-то валидации объекта ну и в общем как видите это привязки идут и на update и на create у каждого из этих вот наследников которые мы создали есть свои собственные плюсы и соответственно так сказать расширение смотрите у нас есть объект валидации который может проверять какие-то правила в момент вставки в момент апдейта который может работать и там и там в общем если интересно я могу рассказать поподробнее что из них кто для чего но я думаю что сейчас это пока не тема сегодняшнего видео на этом видео про writable и readable закончены я вас прошу ознакомиться с предыдущими видео роликами на эту тему там более подробные материалы особенно подробно описана реализация каталога кастомного то есть который написан именно на этой системе ну а теперь давайте перейдем другому подходу но перед этим хочу сказать что вот это описанная система работает на продакшене нескольких проектов которые были написаны нашей командой в общем это завершенный фреймворк он работает пока себя оправдывает но тем не менее есть некоторые моменты которые я хочу обсудить во второй части да то есть про крут второй версии то есть медиатор cqrc хендлеры эквари и собственно говоря давайте приступим перед тем как приступить к новому подходу я бы хотел вам показать еще одну штуку то есть вообще все это для чего делается это все делается для упрощения но я так понимаю что вы про это не подумаете не скажете что это было просто и поэтому я хочу все таки показать давайте я создам так вот временно контроллер да какой то контроллер пусть кар 2 и в общем то даже не столько хочу показать вам контроллер сколько показать как это можно делать смотрите у меня есть сниппет который мне помог создать с шарпер и в общем если сейчас нажму табуляцию и напишу слово кар а потом нажму еще раз табуляцию и напишу карс а теперь нажму alt enter как вы видите у меня один момент у меня появились смотрите валидатор у меня появился общий как это model factory понимаете о чем я говорю то есть я одним моментом создал через сниппет все необходимое car manager как вы видите у меня есть уже model configuration видите ну правда здесь все свойства замаплены в ignore но тем не менее у меня остается только свойства раскидать у меня создался view model который делает для просмотра view model для апдейта мне нужно наполнить дополнительно в смысле полями такими вот я там навтыкал в самом начале ну и здесь наверно к что-то не хватает да mac manager не хватает но это просто нужно поправить сниппет я просто вам хочу показать что вот это вот реально быстро то есть вот этот вот сниппет уже он создался там за 10 секунд и у меня готовый набор так сказать готовый набор который имеет крут операции ну за исключением там некоторых моментов то есть не нужно каждый раз это все делать в общем то все это как раз делается для того чтобы это делать моментально быстро ну а теперь давайте приступим к медиатору так у меня этот контроллер называется cars1 давайте его в соответствии с его именем переименуем а второй я назову car cars2 контроллер нет что-то я неправильно написал да слово совсем давайте переименуем чтобы было правильно контроллер так пойдет и он предлагает да хочу пусть переименует неважно в общем здесь на самом деле все просто ну для начала вот этот вот нам контроллер конечно же не нужен нам нужно сделать следующее смотрите я уже говорил что существует два подхода первый подход использовать writable writable с этим вот генератором да а второй вариант использовать медиатор и есть еще третий подход когда вы можете использовать оба варианта то есть и readable writable для определенных механизмов и writable давайте здесь я установлю контроллер ой смысле установлю медиатор ASP NetWord Controllers то есть это два nugget пакета которые реализованы в отдельном месте каждый по себе они работают оба с юнитом морком который реализован здесь но тем не менее так что у нас тут обжиг так это видимо какая-то штука я пока отключу вот то есть контроллер установлен медиатор да и в общем то что про чем мы сейчас будем я сейчас создаю просто контроллер также мы говорю road то есть это так или иначе все равно придется проделать здесь напишу con контроллер ну и дальше суть сводится к тому что мне вот эти методы росли раньше они в обратно контроллер они создавались из базового достаточно было override то здесь сейчас немножечко другой подход мне нужно как раз эти вот методы вручную создать давайте первым делом создадим первый метод public пусть будет async пусть будет task пусть будет опер а нет стоп action result пусть он возвращает operation result ну и пусть возвращает car view model первое мы делаем метод который возвращает get by давайте сделаем да get by id ну и соответственно раз это будет get by id значит сюда нужно этот id опустить и в общем то нужно сделать обязательно return обязательно окей ну а сюда будем делать следующее во первых давайте в конструктор опустим тот самый медиатор медиатор создадим полем и в общем то достаточно всего лишь сделать следующее написать await здесь соответственно нужно написать медиатор отправить query как работает медиатор я описал в одном из видео предыдущем собственно говоря мы создали его своими руками ну по образу и подобию так или иначе чтобы хотя бы было понять как это работает ну а теперь собственно мы можем использовать и вот здесь вот начинается что здесь мы должны сделать car get by id query у нас конечно же его нету в этот get car id query нужно опустить идентификатор и в общем то вторым параметром сюда можно опустить cancellation токен который в общем то из хттп контекста можно взять aborted requested вот то есть единственное что мне теперь нужно сделать есть какой-то вот car query давайте я вот в этом методе прям сделаю но наследником он будет у меня на самом деле вот уже встроенный в сборку реализации вот вы видите get id ой стоп мне нужен не handler мне нужен query эта сущность будет car вот и как вы видите ну да конечно я это сейчас уберу вот так вот вот и здесь мне нужно еще посмотреть что правильно мне нужно сюда опустить car view model теперь я готов к коверайду вот у меня получился query который здесь отправляется и соответственно раз у меня есть query мне нужно реализовать еще и handler с хендлером примерно то же самое car get buy id handler он наследник от get как вы видите query так и сюда мне потребуется также car view его vmodel ну и как вы понимаете hand правильно назвал давайте его правильно все таки назову hand ler вот есть какой-то query который что-то там запрашивает есть какой-то handler который этот query обрабатывает и в общем то это собственно говоря и все первый метод у меня готов единственное что мне еще хочется мне еще хочется вот здесь сделать вот таким вот образом car какую-нибудь вот такую вот папку в этом в этой папке я хочу создать query да нет я пока ничего не буду создавать я просто вот эти вот методы query перенесу туда вот таким вот образом при помощи решерпера давайте я так вот напишу cars да вот ну и в общем то понятно да что у меня есть контроллеры есть cars и собственно говоря вот этот cars я тоже могу перенести в контроллеры ну я пока не буду этого делать я просто хочу показать как это уже собственно работает ну вернее это пока не будет работать я забыл сюда поставить ха ттп собственно говоря get здесь мне нужно также указать action но только добавить мне сюда нужно еще параметр который id и я явно укажу его тип прямо в роуте который называется good вот таким вот образом ну и это еще не все то есть если с методом как бы все понятно единственное что мне нужно сделать мне нужно зарегистрировать все хендлеры и все query непосредственно в самом dependency injection я сделаю это вот здесь ну хотя можно наверное это сделать и вот здесь смотрите у меня есть специальный метод в этой сборке который называется add crude operations ну и сюда он требует вовнутрь ассембли то есть сборку с которой собирать все query все хендлеры ну я сделаю по такому по дедовскому способу сейчас один момент я соображен пока напишется ну пусть будет start up assembly в общем то вот теперь на самом деле я могу запустить приложение и мы можем проверить как работает этот метод ну во первых у нас два метода cars и cars controller странно что cars controllers а ну конечно я давайте исправим эту оказию конечно же так не делается у нас есть car controller и он должен быть в единственном числе чтобы сработал так называемый naming convention так запускаем проверяем смотрим то есть у нас появляется cars 1 да соответственно вот в нем весь крут и собственно cars 2 как вы видите также появился метод и он также требует но у нас конечно сейчас пока ничего не давайте будем сгенерировать вот и выполнить этот метод ну да понятно что запрос ничего не найдено но query уже написался что все отлично все работает но это все потом заработает давайте пока эту штуку закроем ну и в общем то как вы видите все они намного сложнее но теперь у меня есть более гибкая система я могу писать методы которые мне конкретно нравятся которые конкретно хочу но и чтобы не быть голословным давайте создадим новый метод который называется get допустим пэджет ну естественно мне теперь их придется создавать кит пэджет не имеет параметров мы удалим возвращать он будет а и пэджет лист query парамс вот и это будет query парамс соответственно get пэджет здесь у меня немножечко теперь по-другому должно быть написано так я что-то по-моему промахнулся с количеством стрелочек так все нормально ну и теперь как вы понимаете мне здесь нужно выбрать вызвать другой query который называется getPaged ну просто getPaged query пусть будет конечно же вы называть их можете как хотите сюда теперь мне требуется query парамс и собственно единственное что мне теперь нужно создать как раз этот самый класс наследником соответственно он будет от getPagedQuery здесь естественно будет класс и также потребуется CarViewModel ну и единственное что еще добавилось как раз вот этот пэджет лист query парамс теперь я могу применить сейчас один момент я вот этот конструктор удалю а вот сгенерируем новый так вот таким вот образом это вот все сгенерировалось ну и собственно говоря если у меня есть query мне теперь теоретически нужен handler я это сделаю по-хитрому я скопирую название чтобы сократить здесь напишу handler и наследником уже сделают хендлера параметры как вы видите те же самые я нажму применить и в общем то вот он хендлер готов я опять же перекину это все в папку cars не все только видимо один я выбрал поспешил прошу прощения и снова cars вот таким вот образом вот ну и как видите давайте я даже запущу давайте откроем cars вот он появился getPaged даже я попытаюсь сейчас его вызвать пусть будет pageSize10 но как вы видите возвращается все то же самое то есть ну для сравнения вот есть предыдущая реализация на writeable и здесь я могу сказать тоже вызвать указать размер ну и вот видите один вариант и вот видите второй вариант они абсолютно идентичны ну то есть другой вариант что у меня получается более гибкое управление я могу создать нужные мне контроллеры нужные мне собственно методы в этих контроллерах ну и как вы понимаете дальше все стремится к тому что количество оверрайдов может быть доведено до семи то есть по количеству методов и в общем то если хотите давайте продолжим я сейчас создам еще один контрол собственно говоря метод который называется ну пусть называется пост ну нет конечно же не get а пост item пусть называется пост item соответственно отсюда во мне уже нужно будет убрать и написать carcreateviewmodel пусть называется модел давайте также здесь уберем тип мы должны вернуть просто пейджет лист здесь соответственно car post item query и здесь соответственно должен быть модел ну и в общем то повторяя предыдущую операцию я сделаю то же самое здесь у нас следует от пост item query сейчас посмотрим здесь мне нужен car мне нужен car view model и car create view model опять же я удалю конструктор который мне сгенерировал первый вариант нажму второй раз и в общем то теперь мне нужно сделать то же самое как вы понимаете но уже сделать хендлер я понимаю что это тратится время но здесь в этом то как раз на самом деле и гибкость давайте я сейчас опять эти вынесу теперь сразу выделим всем нужные мне в query handle что дает этот подход но я думаю что не нужно дальше продолжать потому что давайте вот запустим я вам просто покажу что у нас появился cars у нас появился тут пост-тайтлем ну конечно же я его неправильно назвал потому что он не get теперь а пост за этим нужно следить давайте запустим ну и в общем то вот он появился пост вот он у него тот же самый view model можно создать сущность давайте создадим что у меня там car 1 пусть будет так вот red год 2001 нажмем сохранить ну так а конечно я же хендер то не создал вернее его создал но не переименовал здесь должен быть хендлер ну да есть некоторые варианты конечно же я смотрю что то что то не то давайте заново сделаем implement генератор да вот он маппер появился base и это лишнее так хендлер хендлер и запускаем ну за этим конечно нужно следить давайте я просто нажму еще раз на этом методе сохранения ну и как вы видите car создался с тем самым именем прошли все те же операции что проходит и в этом можно проверить это опять же вот таким вот способом в базовом методе в writable контроллера здесь можно написать car 2 здесь можно написать red ну почему red давайте напишем green а год пусть будет ну это конечно загиб пусть будет 2010 нажимаю execute соответственно тоже все сработало ну и в общем то если я теперь сдерну метод getPagedIsCars1 надо здесь указать количество страниц ой количество записи на странице ну и как вы понимаете car1 и car2 более того если я теперь дерну этот метод из контроллера карт 2 так что это не то нажал секундочку чтобы не тратить ваше время выполним пейджет тоже 10 сделать execute ну поверьте мне хотя сейчас конечно же я выполню это все как вы видите я тоже вижу car1 и car2 то есть эти два контроллера созданные по разному абсолютно разному принципу работают одинаково и вам только нужно выбрать какой вам больше всего нравится я не думаю что нужно продолжать дальше единственное что могу сказать что на весь крут есть реализация соответственно как вы понимаете ну вот если давайте посмотрим про query то у нас есть базовая настройка давайте попробую так показать нет не получается ну в общем как я и говорил есть такие же базовые методы для всех описанных предыдущей версии методов getItemById getPaged postItem deleteItem в общем все это собственно говоря реализовано в базовом так называемом nugget пакете который вы можете использовать я на этом хочу видео закончить и вам показать следующий вариант смотрите у нас в данном демонстрационном приложении установлено два способа использования вот этого круга первый это медиатор и второй собственно говоря контроллер опять же еще раз для справки да то есть если вы используете writeable или readable контроллер то вы можете дописывать методы свои собственно говоря это во первых вариант второй вариант переписывать уже существующие методы например getPage сделать override и написать свою реализацию а если говорить про методы которые описаны в медиаторе вот в текущей сборке которая была в демонстрации то там конечно же они тоже написаны по молчанию и вы также можете писать свои используя стандартные механизмы вот этого пакета медиатор в общем то что надо сказать и тот и другой вариант имеет место быть потому что один признан сделать одно очень просто другой может сделать другое очень просто у третьего там гибкость у четвертого там вариант еще может быть использование когда и тот и другой используется в общем то это на ваше усмотрение в общем вот такой вот получился простой на самом деле фреймворк с точки зрения разработки бизнес логики ну естественно чтобы начать писать бизнес логику нужно проделать некоторые как это телодвижение по поводу того чтобы подготовить данные а потом уже ими управлять на этом я наверное закончу еще раз повторюсь что если будут вопросы пожалуйста пишите я сделаю еще видео если вдруг что-то непонятно ну и на этом наверное все таки с вами попрощаюсь чтобы не затяг видеть видео поэтому всего доброго и до новых встреч то есть все в следующей встрече мы не можем вы можете что у меня у меня это